здравствуйте мои любители атмосферы декаданса и псевдоинтеллектуального флёра любители хорошего авторского кинематографа качественной еды и элитного алкоголя меня зовут селентиум вульпис и это мой канал и перед тем как посмотреть это видео я прошу вас помочь мне словом и делом подписавшись на канал ударив колокол и оставив комментарий к этому видео если вам такого дела мало вы можете помочь мне с помощью материальной энергии через донейшн аллерс и дэнет пэй а также оформив подписку на бусте которая в зависимости от аэро даст вам возможность посмотреть записи с просмотрами кинофильмов а также даст возможность заказать каждый месяц лекцию на определенную тему если вам и этого мало вы хотите больше общаться то для этого есть телеграм-канал где общение происходит 24 на 7 обязательно подпишитесь и начат к нему и того трансляции у нас идут на twitch youtube и вы каплей а записи видео лежат на ютюбе века и дзене ссылки есть в описании приятного просмотра так вляпался в киркорова дикий хам его возрыва ссоры с пугачевой гей-ориентация орган шоу наряды и всем пламенный привет с вами алекс назаров спасибо что вы подписались на мой канал смотрите все блин он пипец похож на одного моего знакомого разработчики видео ставите лайки и пишите честное мнение в комментариях а особая благодарочка тем прекрасным людям которые в это свинское бессовестное тяжелое время поддерживают меня по ссылке в описании ролика новые видео на этом канале выходит только благодаря вашей поддержке в этом выпуске рубрики звездушки поговорим об одном из самых наглых представителей российского шоу-бизнеса я расскажу вам о своем знакомстве с филиппом киркоровым лицемерии и распущенности самопровозглашение как я люблю скандалы и интрижки позорище шумного короля российской какая тут зерновая сделка тут такое сцены как он ведет себя за кадром во время наших с ним интервью для канала нтв его хамство и пошлые шоу это статьи в целом ну очень говорит о непрофессионализме нельзя выносить такой ссоры из избы это вообще пробега просто везде запретят этого чувака и никуда приглашать не будут шуточки в мой адрес а еще судим ориентацию короля без королевства и его аферу солдат да то что типа в целом пугачева борода мы как бы не знали кстати киркоров скорее всего натурал мне кажется галкина про галкина то все и так все знают пугачева борода в данном случае это конечно тоже новости пугачевой как они пугачнули доверчивых зрителей и сколько напугать то есть стать между мужчиной его гримера всем вайт здравствуйте тоже давно вас не было на своем обмане почему борисовна отправила экс-муженька в черный список своего инстаграма и какие на самом деле отношения у киркорова с сергеем лазаревым а также вкус филиппа на мужчин типажей мужиков которые ему нравятся поделюсь своим личным опытом и наблюдений вот ты просто не понравился поэтому и завидуешь ну а на десерт обсудим клоунские наряды и дурной вкус короля бензоколонки до того как я начал работать на канале нтв в программе ты не поверишь я всегда подозревал что киркорова гадкий характер потому что глядя даже на экран телевизора вот на эту физиономию становилось все понятно тут как говорится не надо быть экстрасенсом но даже глядя на все вот эти вот его выпученные зенки и фальшивый оскал я не подозревал насколько же это гну гнивое существо а представить насколько я гнивое существо а вы только вы только воображите и мы иммагинируйте видео натурал нет кольский тип в реальной жизни дичащий грубиян я не раз становился свидетелем как он без всяких на то причин хамит моим коллегам телевизионщикам покрывает их матюками унижает персонал в клубе никогда такого не было и вот опять толкает мимо проходящих людей то есть ведет себя как стала и вышла социопат который пытается самоутвердиться таким образом за счет унижения окружающих и год за годом наблюдая за его хамским поведением в непосредственной от него близости я пришел к выводу что это очень трусливый человек с низкой самооценкой от того и все его вот это вот желание величать себя королем как мы с вами знаем чем меньше клоп тем больше воню а воню короля такая и король что никакая защитная маска не поможет и находясь с ним рядом на звездных тусовках меня всегда поражало как можно быть настолько негативным не уверенным в себе человеком имея вот этот звездный статус кучу денег и бесконечное обожание на центральных каналах и ходить постоянно с кислой физиономии но истинный шок я испытал после самой первой встречи с этим господином тогда я только начинал работать программе нтв ты не поверишь и для меня все было в новинку поэтому когда мне попался киркоров конечно же мне было интересно в наши цепкие лапы попался киркоров ну а как же записать интервью с таким известным артистом я был искренне рад этой встрече и был вежлив и приветлив но без лизоблюдства а вот он разговаривал со мной свысока снисходительно и почему-то все время удивительно как так-то раздражался но тогда я не стал обижаться думаю мало ли может какой-то тяжелый период в жизни сложные гастроли устал переработал бедный или в конце концов чуть сил не той оттого зенки пучат все мы люди и каждого может распуть мне ну понятно дело что всех во всех и на западе есть люди которые что-то сливают но есть индустрия там есть что принято что не принято и конечно ну его больше больше он работать со звездами не будет в конце интервью я благодарю его за выделенное время и говорю филипп спасибо большое на что мне с вывленным языком отвечает соси большой что в смысле я маленькие люблю в смысле большой я просто потерю ну это уже сли это перебор это уже это ребор просто экспада какой-то а он такой ты че такой грустный хуй сосал невкусный смысле большой дар я еще думаю нет наверное мне удивляет типа не смысле соси а смысле большой то есть ну сосать еще ладно но нет показалось не может быть такого чтобы сам я люблю как женские сигаретки чтобы были киркоров такой известный артист отвесил мне вот такую вот пошлятину как-никак человек работает в сфере искусства по песенке про любовь про зайку отец детей наверное все это мне послышалось и показалось приезжая в телецентр останкина включая кассетку начну отсматривать снятый материал дохожу до того самого места где говорю ему филипп спасибо большое и он мне отвечает соси большой вот так ребят это все что вам нужно ну ну все такого я такого я от киркова уровня не ожидал спасибо большое соси большое ооо об уровне культуры и интеллекта короля российской сцены соси большой вот так я в шоке я так да и все мы тут шоке вот это просто просто понимаете подноготную это вытащил внезапно от киркорова я еще наивный мальчик думал что в шоу-бизнесе тут у нас искусство музыка красота а на деле оказывается вот имеем что имеем соси большой вот так вот при пойдешь нравов слушайте я пойдешь подержи я не знаю вообще ребята ну слушайте ну как такое можно было сморозить я думал киркорова три всевышних я думал он к своим коллегам в редакцию ты не поверишь и говорю вы только послушайте что киркоров мне сказано соси большой но что моя коллега отвечает подумаешь мы уже привыкли на прошлой неделе он нашему ведущему такую же пошлять на отвесил вот это да думаю вот тебе бабушка и фелькин день и вы понимаете в чем парадокс это просто не попало в эфир потому что руководитель программы усмотрел в этом ответе киркорова гей тему а российская тв славится своей гомофобией и вот-вот вы намеки в этом направлении сейчас вырезаются это табу поэтому все эти басковы киркорова и прочее не вообще давайте рассуждать так мы конечно против гомофобии но если предположить сделать предположение что киркоров гей и он пожелал человеку который в общем то ну своеобразный типа соси большой может быть это вообще как бы напутствие пожелания как бы что он не знает какие у него предпочтения он не знал что может быть любит дамские как бы в принципе ничего такого нету могут совершенно спокойно изыргать на журналистов все что им вздумается понимая что это просто не покажет в эфире к тому же все эти шоу-бизнесные короли и примадонны активно лежат действующие власти поэтому телевизионщикам просто запрещено говорить об их ориентации нельзя разоблачать фальшивые романы с пугачёвой пусть все уровня б кудрявцевый лопырёвый и так далее по списку я вам это говорю как телевизионщик как нтвшник которая знает всю эту кухню изнутри поэтому киркорова просто в очередной разнал то есть и вот скорее всего больше не пустит никуда спронесло но это не единственный раз когда я вляпался в киркорова работая долгие годы на канале нтв я натыкался на это недоразумение в блестках многократно посещая все эти клубные вечеринки и мероприятия с артистами и вот яркий пример с одной из таких встреч приезжая в подмосковный яхт клуб на звездную тусовку организованную в ресторане тут и вездесущий пародист песков и никита джигурда и лариса долина у которой рядом пришвартована своя собственная яхта в этом клубе в общем короче нормальные уважаемые богатые люди богатых и знаменитых но ни один из них не смог переплюнуть киркорова по своей звездонутости мероприятие уже в разгаре гости пьют веселяться и в какой-то момент всплывает и сам королек с этими своими выпученными зенками как всегда в ужасном настроении я подхожу к нему с микрофоном нтв и предлагаю записать какую-то там очередной 10 или 20 наши интервью на что он отвечает ну что давайте быстрее что вы хотели я говорю вот у нас определенные есть темы для данной программы давайте их обсудим ну что где где записываю я грунт давайте прямо здесь в этом ресторане ой не могу дышать здесь душно душно включите кондиционер я человеку душно человеку не нравится и по что он должен был сделать вращаясь к сотрудникам ресторана и прошу их усилить работу кондиционеров на что они мне отвечают что все кондиционеры уже так включен на полную мощность дальше уже только северный полюс и предлагают нам перейти с киркоровым в соседний зал у тебя и предлагает туда полететь на что киркоров заявляет ой что будучи с позалом туда-сюда ходить меча заняться больше нечем я говорю окей давайте выйдем на террасу отлично просто типа реально уровня бабок каких-то сплетни летняя погода запишем там он нехти соглашается выходим и тут следующая проблема мне солнце светит в глаза как вы собрались тут записывать люди выгнанные за правдолюбие с нтв раньше парфенов тут же бегут ему находят зонтик от солнца чтобы его величество еще больше не протухла и не развонялась после этого интервью он заголосил чтобы ему принесли и спить водица но вот из этой чашки он пить не будет принесите ему в другой то есть куча каких-то дурацких понтов и хоть слушай каждого человека свои заебы типа ну нравится ему так можете позволить тебе судить ты вообще кто тело которые все должны ублажать все должны быть просто чмонями типа ну ладно хорошо как скажете вы же нтвшники я готов на все чтобы вам интервью дать только возьмите пожалуйста интервью у меня с этой своей кислой физиономии но как только включается это он делает типа у киркова есть аудитория то он этой передаче делает одолжение с вами классика вот и может быть и свет в будку проводит за счет своей личности потому что у него гигантская аудитория камера тут же вот так по щелчку появляется наигранная отработанная годами улыбка вот здесь они работают по одному принципу с анечкой семенович и глядя на понты усатой зайки я всегда поражался откуда же в тебе столько пафоса я подхожу к тебе записывать я удивляюсь откуда у него столько зависти интервью для канала я я это же это знаете что это вот это вот вот это вот это вот это зумерская фигня когда они устроились на работу и типа меня заставляют работать почему мне так сказал он мне так в душу ранил тем что мне сказал он сказал мне переделать мой кот потому что мой кот говно да как так то я просто перестану ходить в офис вот реально типа вот это вот вот что давай только потому что это моя работа я вынужден это делать я не твой фанат сделали работу и все отвали зайка моя или ты думаешь мне так приятно с тобой общаться да плевать я на тебя хотел с высокой колокольни ему плевать на тебя тут же после интервью к нему подходит какая-то девочка официанточка просит автограф и он просто поворачивается к ней задом и сваливает с важным видом ну конечно не царское же это дело общаться с плебсом зато сам прет на оскар к мировым знаменитостям чтобы с ними сфотографироваться сделать сэлфи для своего инстаграма тву не очень и обратно тут довольно улыбается чтобы все знали что киргоров это звезда мирового масштаба чего стоят эти сэлфи вот смотришь да на выражение лица бедного брэда пита который очевидно не испытывает никакого удовольствия от знакомства с крупногабаритной зайкой а в интернете даже появились фотографии с подписью леонардо дикаприо утешает брэда пита после его сэлфи с киркоровом кстати сам лео в тот вечер смог таки улизнуть от филиппа педросовича и избежать вот этой вот страшные фото участи и когда ты смотришь на всемирно известных артистов а потом на это вот недоразумение в блестках понимаешь насколько же велика пропасть между нашим и западным шоу да там то он настоящий хороший вот как надо шоу-бизнес а у нас он прогнивший весь вот началась вот эта вот риторика обычная бизнесом мировая кинозвезда брэд питт который в свои 57 лет остается подтянутым красавчиком а в свободное время работает волонтером раздавая продукты нуждающимся и наглый разжиревший киркоров два метра ростом лось который выходя в люди окружает себя трусливо толпами охранников у мадонной леди гага вместе взятых охраны и то меньше почему то потому что прекрасно понимает что с таким хамским поведением далеко не протопают и обязательно схватит в свою королевскую репу поэтому живет по принципу нагадил кому-нибудь и тут же в домике спрятался за своими бугаями а еще и заметил что наезжает он только на тех кто физически его слабее кто не имеет этой самой охраны то есть двинуть какому-нибудь крепкому мужику у него кишка тонка а удивительно странно если бы было по-другому мутузить хрупкую девушку всегда пожалуйста поэтому какие новости про короля то обматюкал бедняжку журналистку то оттаскал за волосы какую-то администратор шоу вот тут он смелый тут он впереди планеты всей а если история получает огласку то сразу косит под бедного несчастного псих больного пожалейте его вспомните цирку малахова когда киркоров со всего размаху шабанул режиссерша марине яблоковой и потом так труханул от народного гнева что по-быстренькому откоммунировался в израиль в психушку якобы подлечиться но судя по всему вышел не долечено и я прекрасно помню как его подружан малахов исправно отрабатывал включение из психушки чтобы выбелить подмоченного короля тем более малахов тоже варится с ним в одном котле шоу-бизнеса и киркоров ему свой человек поэтому конечно вся эта шайка лейка старается друг друга покрывать странный брак самого андрюшеньки и его женушку миллионершу мы обсуждали вот в этом ролике который ему паром в эти самые косточки является голубая мечта малахова переходите по ссылке в описании и смотрите это видео малах кстати моднее всех одевался одевается на телевидении я не знаю сейчас нет но у него такие всегда очень модные костюмчики но на меня этот цирк давно не действует потому что когда я приезжаю на какую-нибудь закрытую вечеринку то все вот эти вот шоу-бизнесные короли предстают перед моими глазами совершенно в другом свете там они расслабляются и дают себе волю тем более под градусом почему кому-то вообще интересное мнение какого-то чмоне который среди кактусов снимается что 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 и что у него как бы как ему видеть мир видится к кому вообще дело кто такой вот тут я вспоминаю еще одну вечеринку сереженьки лазарева вечеринку по случаю его его известность вот на уровне этого стримера который струячит симонова который показывает типа вот я вот с этим сфоткался я вот с этим сфоткался а ты-то как к этому относишься то что у тебя есть фотка там с брендом питом это какое-то достижение это с ним связан какие-то совместные проекты делал не ухи кажется тогда все геи столицы там собрались тогда киркоров чуть не засосал лазарева своими поцелуйчиками мммм спасибо на фтепер за 10к штаны сын мой сереженька мой сладенький мой хорошенький мой шикарненький поросеночек а лазарев развесил свои ушки и не скрывал удовольствие от подкатов киркорова это тоже вышло у нас программе в урезанном виде но полная съемка хранится в архиве телекомпании и я вас уверяю как только ситуация в стране изменится как только загорится зеленый свет центральные телеканалы тут же замочат и киркорова и баскова и лазарева и билана это просто александр видит передачу сплетни содома и по манерности находиться сам его эпицент вопрос времени ну а пока стоит запрет на гейтему центральные каналы играют во все вот эти вот фальшивые романы поэтому короли и примадонны ждите час расплаты за все ваше вранье и кстати говоря долгое время мы всей редакции думали что лазарев не просто друг киркорова а его любовник потому что то как они обжимались частенько на закрытых вечеринках как они ворковали но это ребят надо было видеть своими глазами остается открытым вопрос была ли там стыковка у киркорова с лазаревом по полной программе но то что лазарев является его типажом очень важно только с кем спит только вот в этом я уверен тем более в последнее время как он забить он расстроился что не типаж киркорова просто вот и все вот вот вся разгадка до сереженька пухнет не по дням а по часам а киркоров как раз таки любит таких пухляшей ниже себя ростом вообще его слабость это качки такие широченные пухлые качки чем пухлее тем лучше поэтому не слушал киркорова ни разу он класс вот так вот смотришь на вечеринке я не помню что пас что-то недавно я слушал киркорова что-то с одним он качком зависает потом через три недели уже у него другой качок на следующей вечеринке третий качок как я понял филипп легко влюбляется в новых парней и каждый раз искренне увлекает это вот как разрешат крупным каналом сливать сплетен ну крупным каналам не выгодно мочить звезд потому что так или иначе звезды создают этим крутым каналом аудиторию ну короче это обоюдный бизнес он всем выгоден и что-то говорить такое ну себе дороже то есть там ну представьте киркоров никогда не будет появляться втором телеканале допустим я еще не знаю что на телевидении происходит кто его смотрит но я думаю это все симбиоз и опять же у всех своя личная жизнь обычно туда не принято лезть это какой-то зашквар поэтому запросто может поставить какую-то там фотку свои новые перекаченные зазнобушки себе на заставку телефона то есть вот этот человек он никогда не добьется такой аудитории у него тут 194 тысяч подписчиков и почти миллион просмотров я уверен накрученных просмотров при этом как может быть что у него подписчиков в семь раз меньше что мы увидели в ролике егора крейда на ютубе правда его очень быстро под но он решил как-то монетизировать свои знания на youtube канале но видно по интерьеру что он не очень богатый недавно загуглил киркоров сейчас перед сном и лучше не горли зацензурили но тем не менее сотни тысяч людей успели увидеть все как есть без цензуры в оригинале к тому что он там два челеста в интернете остались скриншоты из того ролика когда киркоров размахивает мобилы и люди видят что там очередной какой-то то ли эскортник то ли стриптизер правда очень быстро выяснили что это оказывается теперь уже фитнес-инструктор короля который очень суть по всему с ним близок да настолько что даже на юга разъезжает с ним вместе как можно судить от того что у тебя открыто в телефоне какого-то только какая-то самое сранье нету в телефоне и странице не открыто но серёженко лазарев ты пожалуйста не расстраивайся не грусти если ты еще подпухнешь подкачаешься то у тебя есть все шансы появиться на заставке телефона у киркорова но если говорить серьезно то конечно вся вот эта вот трусость так называемых звезд все это противно и вызывает только еще посмотрим что это это вот этот вот фотка это для какой слушайте нормальные похож на деда мороза а путин сказал что главнее его только дед мороз вот и думайте и кстати я бы на его месте побоялся бы залупаться в таком случае отвращение потому что когда все эти дамские угодники палятся со стриптизерами на заставках телефонов и зажигают это не заставка там что-то открыто где увидел чтобы заставка на телефоне была как бы белым фоном по бокам с эскортниками становится противно от их трусости у самих у всех дети от суррогатных матерей при этом постоянно рассказывать каких-то романах с девушками втирая всю эту дичь на центральных каналах то вылезет какая-то беременная от киркорова ребят беременная от киркорова но вы сами слышите эту дичь разумеется никакой беременной от киркорова она не была просто поехавшая тетка у которой давно слетела кукушка но филиппу на руку такой слух поэтому его подружан малахов получил от него зеленый свет и начал штамповать выпуск за выпуском про беременную от киркорова кстати вот и шлесан ходит посмотрите пмф начался петербургский экономический петербургский экономический форум начался а я сижу стримлю не купил меня путин видите как вам такое который судя по всему сам беременный судя по его распухшей физиономии и раскормленному пузу и все никак не разбеременеет а что меня искренне поражает так это те наивные зрители которые до сих пор верят в роман киркорова с пугачевой и задаются искренне вопросом неужели настолько а смешнявку открыть смысл то что вы прислали так по очереди это видео заказано сейчас мы досмотрим и потом ваш посмотрим все в рамках очереди джонни дрейк здравствуйте приветствую вас да король на была любовь между филий и алусий что они столько времени были вместе не путин не купил а дед мороз купил ну слушайте дед мороз исполняет желание и ничего общего видимо настолько сильная крепкая любовь у них да еще и с такой разницей в возрасте и как ни странно тут они правы ведь только сильная любовь могла свести киркорова с пугачевой непреодолимая любовь там да типа зайка моя я твой зайчик что там банька моя я твой тазик любым способом ободрать страну как липку их любимое занятие вот они из кооперативились чтобы нажиться на доверие блин прикиньте звезды собирают деньги со зрителей да как так никогда такого не было и тот и другая для меня обычные мошенники на доверие которые плевать хотели на своих поклонников все что их волнует это строить замки за миллионы и миллиарды народных денег они же в народа воруют эти деньги они живут народом отдает эти деньги сам приходит на их концерты с ними какие-то рекламные контакты получаются и пока мон что это какой-то гламурный коммунист или что как по-другому это должно работать тени и гадкин рав пугачевой мы обсуждаем с вами в другом моем ролике обязательно посмотрите ссылку на него также оставлю в описании там я более подробно рассказываю о кооперации пугачевы из гейми шоу-бизнеса и о ее странной дружбе с лободой но свела пугачева с киркоровым не только любовь к наживе есть у них еще кое-что общее если вам уже интересно то что я рассказываю я бы я бы с удовольствием построил бы замки на деньги донатеров мне вначале бы долги свои отдать донатите господа надо всего-то все-то навсего около двух мультов собрать побыстрее сейчас ставьте лайк этому видео а потом будем уже на замке копить говорят что это помогает продвижение роликов на ютубе поэтому давайте сделаем общими силами так чтобы как можно больше людей посмотрели это видео и узнали правду ну а если вы считаете меня достойным вашей поддержки в это бессовестное звездонутое время ты в попал ну скажем так случился кризис который был связан с ковидом ивенты внезапно грохнулись и проектов и заказов не было так и попал и ну там фальшивых королей и возьми еще кредитов это стимулирует экономику нет жравшихся примадон тут для вас я оставлю ссылку в описании видео буду благодарен каждому ну и продолжаем разговор помимо любви вот чупа-чупс мразь а прям танцует пляшет на на этих самых на костях другого человека наш такому быть мой людоед и к наживе пугачёва и киркорова объединяет еще и дичайшие дур на вкусе и не умение нормально одеваться при своих-то миллионах но если одна все время стремится укоротить свои платья и носит какие-нибудь короткие шортики и юбчонки в стиле школьный утренник то другой наоборот пытается напялить на себя как можно больше барахт да не у меня я пока типа справляюсь со своей нагрузкой и долговой что тут проблем нету но хочется быстрее от нее избавиться вот и все а что касается ну и еще конечно причины то что многие проекты в этом году сорвались сейчас мы должны были для мэфа делать проекты там быть но это все отменилось к сожалению там были неплохие деньги для газпрома ну вот у меня не бар у меня айтина он был связан с ивентами ивенты пропали и в целом там реклама ивенты все это схлопнулось и так получилось что доходов стало меньше и они надолго уменьшились вот ну зато с началом спецоперации вроде бы как бы все все идет в позитивном ключе но не так быстро как хотелось бы вот этот год не такой сочный как предыдущий в прошлом году было все все намного лучше смотришь господи чучело чучелом обмажется блесками ставится перья в зад вот обтянется дольче гоба ты не завидой ну что за абразина вообще у этих людей имеется уникальная способность опошлить любой наряд это так что без слез не взглянешь поэтому что пугачева что киркоров это страшный сон любого уважающего себя дизайнера не знаю чего вот это в этом платье такого ужасного то есть ну вот это может быть слишком короткого и то тоже такая нормально а что-то такого-то ужасного объясните мне есть люди с вкусом но благо без кредитов это да это всегда приятно какие ивенты сначала спецоперации начались ну мы немного вообще переформатировали были я с другим человеком там сделал проекты вот там не ивент и что самое странное чем дороже их шмотки тем ужаснее это на них выглядят поэтому какие бы шмотки они на себя не напяливали каждый раз это на них смотрится как ковры обманутых ими бабушек открывая выпуск его на орган то куда приперся киркоров опять весь в блестках в стразах с какими-то огромными кольцами на руках и весь выпуск он хвастается своими нарядами от дольче габбана посмотрите тут у меня золотом расшит тут бриллиантами один наряд у него 100 тысяч долларов другой 180 тысяч долларов и вот ты смотри типа это уже его образ то есть то что он весь в блесках это уже часть его смотришь на все эти безвкусные дорогущие шмотки и единственная твоя мысль ну просто чучело огородное если выставить где-нибудь на грядке то такого знатного пугача даст что ни одна зверюга явно выглядит лучше чем на нем этот свикшотский птица клюв не подточит слушать бы меня одевались бы как люди а с другой стороны птичку жалко отдельный этаж у него поднаряды тысяча пар обуви все это реально какой-то как будто бы они еще геев завидуют успешному реально как будто бы это этот самый фонд борьбы с коррупцией в золоте в шелках живет в хоромах за народные деньги в то время как миллионы людей стране находятся не ну я в самом тоже завистливый человек я завидую зачастую чужому успеху что у кого-то что получается но это очень не буду снимать ролики и говорить вот смотрите как он жирует вот смотрите ну он заработал он жирует твои деньги тратишь как хочешь типа занимаешь чем хочешь ну если ты считаешь что человека нет вкуса ну окей мне тоже там не нравится многое в современной моде но это модно там например как вот эти рэперы одеваются мне не нравится такой вид чертой бедности и буквально пешком залезет бюджет рфсп обладают а эти чучела прут на центральные каналы хвастаться своим шматьем но ты подумай напялят на себя все это дорогущее барахло а как были чучелами так чучелами и остались тфу на вас на чушь мерзкие рожи дорогущее барахло а как были чучелами так чучелами и остались тфу на вас да чё ж мерзкие рожи тфу на вас еще раз дольче габбаны это смелее вас они хотя бы открыто живут в паре не то что вы блин звезды смешно просто откормились и жиральники пухнут но не с голоду а с наглости и вранья так еще и блокирует мои видео кидаю удивительно почему блокирует его видео страйки заваливают угрозами я говорю просто киркоров как бы он не в вкусе киркорова и поэтому он и завидует он подумал как он будет вот в этих среди хором жить уже воображал себя не получилось помню что год назад мой ролик про знаменитых геев российского шоу-бизнеса был заблокирован продюсерским центром который обслуживает киркорова и всеми забытого певца алексея воробьева да после консультации с юристами и сотрудниками ютуба мне удалось восстановить это видео на канале но нервы мне потрепали и ладно бы только заблокировали но параллельно с этим я получил многочисленные угрозы в свой адрес вот в этом видео я подробно рассказываю о том как меня пытаются запугать и расписывают схему по которой правду не заткнешь блокировать мой канал с многомиллионными исками в мой адрес за то что я поднял неудобную для них тему все ссылки на эти видео я также оставлю в описании ролика бессовестный кормленные лоснящийся харик как вам только спится по ночам грибут лопатой миллионы и миллиарды на доверие людей стригут купоны но открыто говорить о своей ориентации у королей в золотых пиджаках конечно же смелости не то есть у него все претензии то что они как бы здрасте принк приветствую вас у него типа претензия в основном то что они как бы геи не говорят что они геи и они богатые если бы они были не хотели бы говорить что они геи не были бы нищие то было бы ок все на что они способны это стряпать фальшивые романы для нас и кидать мне страйки с угрозами вот тут они смельчаки захожу в инстаграм киркорова глазам своим не верю лично киркоров мне кажется сидит и кидает страйки за другим хвалебные посты про путина лидера страны только вдумайтесь чучело которая мутузит девушек таскает их за волосы учит нас правильно родину и путина любить очень интересно как самому путину такая вот реклама с такими друзьями как киркоров путину и врагов не нужно почему ему не может нравиться путин чисто откровенно ну почему нет я считаю что все звезды которые отреклись от россии и хотя бы просто не заняли нейтральную позицию начали критиковать власть не идиоты не идиоты которые не ценят которые не ценят соответствую аудиторию и свой заработок то есть они просто наплевали на на свои инвестиции их слили потому что их аудитория в россии и россии их основная инвестиция которую надо беречь первое правило бизнеса береги свои инвестиции будет насрать на текущую власть поссориться с ней поссориться с население которое тебе приносит деньги но это просто ход гения ну да судя по всему дап ринг я не знаю я свечку не держал потому что с такими друзьями чизыка киркоров котирует домострой почему нет навальный базовый достаточно окружить себя вот такими киркоровыми и все туши свет а вообще интересно как путин относится вот к такой поддержки и нужна ли ему поддержка человека который известен своей любовью мутузить девушек и таскать их за волосы на месте путина я бы не медаль кем развешивал со званием народного артиста а гнал бы в шею с саными тряпками и что забавно после публикации этого лизоблюдства к путину от киркорова типов заведет что киркоров появился пресс без диеты тренировать отписались не только все при только поддерживать таких и нужно люди ну и сама пугачёва представляете если даже пугачёва отписалась от киркорова это ж насколько он превзошел ее в годливости вообще смотришь на них строить себе дворцы 50 квартир тысячи пар обуви и все им мало только бы еще захапать нет они должны быть ну все наверное уже хватит все вот мы здесь так 90 90 91 пара все все ребята все заканчивай не надо больше горшочек не вари миллионы людей в стране голодают а этим харь да что миллион представляете надо деньги раздать мне кажется всему надо просто раздать деньги это же как бы отличное решение сколько много коммунистов развелось я смотрю еще подавай 2 хапуги на тот свет не заберете король эстрады золотой голос примадон миллионы погибли за вас тьфу на вас самим-то не противно с уютом с вылазнящейся морды под видом искусства каждая программа балл сатаны на народных деньгах отъелись так что морды в кадр не вылезал я хотел бы увидеть я хотел бы видеть кароссоверы тысячелетия вот его и культ просвет чтобы культ просвет пробудил в нем его так сказать вот это рабочее пролетарское сознание а он потом пробудил в культ просвете его гомосексуализм и чтобы как бы вот они сделали пару хотел бы это было бы очень круто риторика очень похожа вот такой же контент но еще с советскими плакатами мальчик ледопилки смотрите с кем он стал не влезает морде ну куда вот это вот захапали сцену по телевизору и так уже никто не смотрит пруд теперь на youtube так вот знаете вы нам не нужны выбирайтесь нашего ютюба мы здесь вас не ждем не лита вы дырка от бублика и конечно меня поражает то ли глупые то ли наивные люди пишут мне о том что ты устраиваешь им аутинг раскрываешь их ориентацию без их согласия слушайте так у них все на лице написано там и раскрывать не надо к тому же понятие аутинг неприменимо к мерзавцам стрелочка не поворачивай всей своей деятельностью поддерживают гомофобию в стране бесстыжие слюнтяи мерзавцев которые наживаются на обмане зрителей нужно разоблачать какой бы голос у тебя ни был как бы ты жал я только не понимаю типа в чем заключается их обман как они обманывают и не отплясывал ты для меня остаешься мерзавцем в первую очередь и все богатство построено на обмане и лжи на лицемерии это грязные деньги сколько лет кергоров тряс трусами с пугачевой сколько лазарев делал это же с кудрявцевой а басков с федоровой все это грязные деньги все это обман да я тоже гей но если ты мерзавец то я не буду тебя поддерживать и покрывать только потому что и ты тоже гей а кергорову я бы посоветовал задуматься жизни и не зарекаться потому что как бы ты не распугачивался помни что в итоге можешь и сам пугачнуться очень интересно ваше мнение ребят я смотрю кергорову потому что на альфа чьи ебри баб получает на деньги такие вот шоу-бизном королям и приматонном давайте обсудим всю эту вакханалию в комментариях а на этом я вас обнимаю крепко будь здоровы и берегите меня и друг друга и до встречи в новых видео на канале спасибо большой сынок за до 1200 рублей контент я надеюсь что потом будет аутинг что он коми я думаю все вот этим